С 1 сентября в России ужесточаются правила сдачи экзаменов на водительские права. Существенно изменяются экзаменационные билеты. Появится 4 тематических блока по 5 основным вопросам. При этом отправиться на пересдачу можно будет, ответив неверно, всего на 3 из них. Меняются и правила оценки водительского мастерства. В случае выезда на встречную полосу, создание помехи другим водителям или пешеходам, или же за проезд на красный свет, будущий водитель также отправится на переэкзаменовку. Получить штрафные баллы можно из-за неиспользования зеркал и резкий тормоз. В итоге на дорогах, по задумке МВД, стали появляться водители, чей уровень вождения будет значительно выше, чем у нынешних автомобилистов. А пока все как обычно. Масса примеров, когда под угрозу ставятся жизни не только самих ездоков-хулиганов, но и тех, кто оказывается на их пути. Таиса Шляхтина о том, как все начинается и к чему приводит. Рейд только начался, но уже вторая погоня. Инспекторы говорят, во время массовых проверок водителя, а тем более в пятницу вечером, всегда найдутся желающие удрать от патруля. Первый гонщик требования остановиться якобы просто не заметил. При следовании второго попросили подключиться коллеги. Впрочем, в этот раз обошлось без серьезных нарушений. Инспектор дорожно-патрульной службы Никита Чупров говорит, этот вечер можно назвать спокойным. Обычно таких вот гонщиков бывает больше. Однако уйти от патруля еще не удавалось никому. Процесс преследования отработан до мелочей. Помогают и установленные в городе видеокамеры. Имеется оперативный дежурный, который отслеживает в дежурной части обстановку во время преследования. Также подключается, отслеживает обстановку по данной ситуации, направляет экипажи. Это могут быть не только экипажи ДПС, также это могут быть экипажи ППС и неведомственные охраны, которые также подключаются к преследованию, оказывают помощь в преследовании и блокировании транспортного средства. Пример случай почти трехлетней давности. Этот любитель острых ощущений попал в объективы сразу трех камер. Началось все с того, что автоинспекторы остановили наглухо тонированную легковушку. Когда в отношении хозяина автомобиля начали составлять протокол, его пассажир не согласился с выписанным штрафом. Пересел на водительское сидение и принялся восстанавливать справедливость. Тонировка не соответствует передней лобовой стеклу. Ну мы же замеры сделали только что. Вот здесь обырки. Она не тонирована. Она заводская такая идет. Здесь она не соответствует. В смысле не соответствует? Как не соответствует? Что, орешь? Ну мы замеры сделали. В смысле? И что, орешь? А что кричишь-то? У меня тон такой. А тон пониже сделай. Вы же нормально разговаривали. Для тебя, что ли, пониже? Да. Да. Ты кто такой-то? Я инспектор ГАИ. Мужчина резко нажал на педаль газа. События разворачивались в самый час пик. На оживленных улицах скорость лады доходила до 120 км в час. На кольце дорогу легковушки перекрыли. Инспекторы бросились к машине. Однако и тут сдаваться водитель не собирался. Нашел лазейку, обошел препятствие сбоку, при этом сбив одного из сотрудников ГИБДД. К счастью, тогда никто не пострадал. А лихача вскоре задержали. А все остановили. Не повиндос здесь. Процесс перехвата был непростым. Блокировать гонщика в дневное время, да еще и в центре города, пришлось сообща. Пытаемся ее заблокировать. То есть экипажи устраиваются в так называемую коробочку. Один спереди, два сзади. И третий получается слева. И пытаемся его прижать к обочине. Тем самым ограничить его скорость, чтобы избежать его выезд на вторичное движение или поступновение. Но это скорее исключение из правил. Обычно лихих гонщиков автоэкипажи стараются выгнать за пределы города, чтобы не подвергать опасности других автовладельцев и пешеходов. Когда один ведет экипаж, остальные пытаются отсекать пути возможного скрытия нарушителя, давая ему уйти за пределы города. И с минимальными потерями, то есть с совершением ДТП. Алексей Шестопалов инспектор с 10-летним стажем. На его счету даже не сотня, а тысячи таких отчаянных водителей. И догонять их приходилось не только сидя за рулем. Понимают, что не избежать наказания, то есть в любом случае догоним, пресекем. Бегать начинают от нас, то есть машины в большинство случаев кидают, наутек. Не бегаем, вам приходят? Бегаем, да. Этого водителя «Ладос» и «Ктывкарский патруль» заметил, когда мужчина выходил из ночного заведения. Было ясно, шофер в изрядном подпитии. На требование прижаться вправо автовладелец только поддал газу. Однако подкрепление подоспело вовремя. Второй экипаж ДПС пошел на перерез. Впрочем, даже на финишной прямой водитель сдаваться не хотел. Оно и понятно. Лишаться прав очень не хочется, особенно если получил их всего полгода назад. Впрочем, бегают автоинспекторы, судя по финалу этой истории, быстро. Через две минуты нарушителя привели обратно. Прыгают, перепрыгивают, смотри, что творят. Смотри, без водителя едет. Без водителя машина едет. В жизни сотрудников ГИБДД немало и курьезов. Год назад в Сосногорске, чтобы остановить автомобиль нарушителя, автоинспектору пришлось запрыгивать в его машину. Начиналось все стандартно. Наряд ДПС заметил подозрительную легковушку. За рулем была девушка. На требовании остановиться она не отреагировала и начала удирать. Двигаясь за нарушителем, полицейские заметили, что она пересаживается на соседнее сидение, а авто продолжает ехать. Инспектор выскочил из служебной машины, открыл водительскую дверь и на ходу запрыгнул в салон. А вот эта иномарка в конце прошлого года хорошенько потрепала нервы не только инспекторов, но и прохожих. На высокой скорости легковушка маневрировала на узких улицах. Ловить ее пришлось уже на трассе. Инспектор неоднократно требовали водителя одуматься, однако тот не сдавался. В причал уходим на дачи. На дачи, на дачи. Стреляй, стреляй. Давай, к нему, к нему. На дачи куда? Да он застал, мы пробили ему все колеса. Позже нарушитель не справился с управлением. Автомобиль занесло и выбросило на снежный бруствер. Стражи порядка бросились к машине. За этот эпизод достойный голливудского боевика Лихач получил 13 административных штрафов. 15 дней провел в спецприемнике, а от управления транспортным средством был отстранен. Для автоинспекторов рейды и погони – каждодневный труд. После десятка преследований, говорят, адреналин уже не ощущается. Единственное, что волнует в такие моменты – сделать процесс перехвата максимально безопасным для людей и для самого гонщика. Ведь за рулем удирающего авто обычно нетрезвый водитель, который не осознает последствий своего поступка. Продолжение следует...